Что будет с промесом? Спартак снова взял зимний кубок. Кто покинет команду в ближайшее время и другие новости, ты узнаешь, посмотрев это видео. Привет, красно-белые! За микрофоном, как обычно, Максим, и сегодня мы с вами обсудим всё самое интересное, что произошло с нашей командой за последнюю неделю. Сегодня в выпуске очень много трансферных новостей, поэтому нам будет что с вами пообсуждать. Ну а пока не забудь поставить свой красно-белый лайк и подписаться на канал, если ты до сих пор не подписан. Ну а мы начинаем. Конечно же, главным новостным хедлайнером этой недели является Квинси Промес. Я уверен, что вы уже в курсе о том, что на этой неделе в Нидерландах состоялся суд по делу Квинси, где он проходил как один из фигурантов дела о контрабанде запрещенных веществ. По итогам судебного разбирательства его признали виновным и назначили наказание в виде тюремного срока на 6 лет. Параллельно с этим суд начал накладывать арест на имущество Квинси в Нидерландах, а самого игрока объявили в международный розыск. Но на данный момент времени адвокаты игрока вовсю работают и уже подали апелляцию на обжалование этого постановления суда. И на данный момент времени стоит вопрос, что будет с Промесом в Спартаке дальше? Вообще дело, по которому проходит Промес, крайне мутное и запутанное. Я знакомился с материалами по делу Квинси и могу с уверенностью сказать, что он не является организатором и уж тем более каким-либо контрабандистом, как многие пишут в интернете. На самом деле он просто передал 200 тысяч своему родственнику, который на эти деньги начал заниматься деятельностью, не соответствующей закону. И как раз сейчас сторона футболиста активно пытается доказать, что он не был в курсе всего этого. У Спартака, конечно же, есть возможность в любой момент расторгнуть соглашение с Промесом, однако он этого делать пока что не будет. Как минимум до того момента, пока не придут результаты поданной апелляции. А с учетом всей этой бумажной волокиты, рассматриваться она будет еще как минимум полгода, а то и год. А значит все это время Промес сможет спокойно продолжать играть за нашу команду. Поэтому давайте сначала дождемся итогового решения по поданной апелляции, а уже потом будем делать свои выводы. Очень надеюсь на то, что справедливость все-таки восторжествует. На этой неделе завершился зимний кубок РПЛ, победителем которой стал, кто бы мог подумать, наш с вами Спартак. Удивительно, но после поражения от Ростова в первом матче 0-3, мало кто мог вообще такой подумать, что будет подобный результат. Однако 5-0 с Шабаб Аляхли, который играл вторым или третьим составом и 6-0 с Кайратом, снова принесли нам очередную победу в зимнее межсезонье. Конечно, результат на данном турнире вторичен и куда более важна общая подготовка команды, но все равно приятно получить за свою работу скромный, но все же трофей. В ходе турнира я отметил для себя несколько интересных моментов. Например, похоже, что Зобнин окончательно вернулся на правый фланг обороны и, скорее всего, именно его мы будем наблюдать в весенней части чемпионата в качестве основного игрока на этой позиции. Также я посмотрел на игру у Гальда, но пока не могу дать какую-либо оценку. Да, он забил свой дебютный гол, но первые выводы о его игре стоит делать только во время официальных матчей. Очень много игрового времени получил и Медина, которого Абаскаль явно наигрывает как игрока основы. В общем, пищи для размышлений этот турнир подкинуло нам немало, а я с нетерпением жду финальных товарищеских матчей и, конечно же, игры с Зенитом. Там-то мы с вами в реальных боевых условиях и посмотрим, к чему готова наша команда. Ну а теперь давайте поговорим о трансферных новостях, которые активно набирают обороты. Вообще сейчас во многих командах РПЛ какое-то затишье и практически ничего не происходит, ну а если же говорить про нашу команду, то если нам и стоит ждать трансферы, то в основном на выход, а не на вход. В частности, одним из таких переходов является уход Максима Лайкина в Тульский Арсенал. Речь идет об аренде до конца текущего сезона и которая не предусматривает права выкупа трансфера игрока. Арсенал сейчас довольно бодро идет в своем чемпионате, входит в лидирующую группу ФНЛ и отстает от первого места всего на 2 очка. Так что Максим будет активно помогать Туликам снова вернуться в РПЛ. Я считаю это отличная сделка, выгода от которой получат абсолютно все стороны. В Арсенале мы сможем понаблюдать, что из себя представляет Лайкин на взрослом уровне и какие у него есть вообще дальнейшие перспективы. Да и к тому же получит необходимую игровую практику. Желаю удачи Максу и надеюсь, что у него все получится. Но помимо Лайкина есть еще целый список футболистов, от которого Спартак не против избавиться. В частности речь идет о двух легионерах в лице Мартинса и Мозеса, а также о двух игроках с российским паспортом в лице Маслови и Классани. По Мартинсу уже были разговоры с возможным переходом того в Бешекташ на правах аренды, но Спартак отказал туркам, так как нашу команду интересует только прямая продажа. По мнению Амарала, у Кристофера слишком большая зарплата, около 2,5 миллионов евро и на нее вполне можно привести куда более сильного футболиста, нежели Мартинс. Если вдруг какая-то новость об этом и появится, то я оперативно расскажу об этом в своем телеграм канале, подписывайся, ссылка в описании. По Мозесу все тоже довольно просто. Летом Спартак с ним не будет продлевать контракт, поэтому он покинет нашу команду по окончании сезона. Сейчас есть небольшой шанс того, что его удастся пристроить в какую-нибудь команду из Эмиратов и Спартак активно работает над этим. Но если честно, я слабо верю в такой исход. Скорее всего Виктор отыграет с нами до лета, а потом пойдет на вольные хлеба. Куда интереснее ситуация складывается с российскими игроками. В частности Павлом Масловым интересуется командой Сербии, вроде как ему уже поступало предложение, но он отказался, так как рассчитывает биться за место в составе Спартака. Очень странное решение, как по мне, ведь очевидно, что Абаскаль не особо видит Павла на поле. Возможно ситуация еще разрешится, но пока что Маслов остается в расположении Спартака. С Леоном Классиным происходит подобная ситуация. Ему также недавно поступало предложение от команды из СНГ, которая будет играть в отборе Лиги Чемпионов. Речь шла об аренде, в которой он получал бы ту же зарплату, что сейчас он получает в Спартаке. Но Леон отказался уходить и так же, как и Маслов, хочет бороться за место в основе. Цели, конечно, благородные и похвальные, но может все-таки, ребятки, вам сходить в аренду. От того, что вы тренируетесь вместе с командой и сидите на скамейке, лучше от этого вы не станете. Я считаю то, что им нужно получать игровую практику и доказывать то, что они достойны быть в обоиме Спартака. А просто так числиться в команде спасибо, но не надо. Тем временем Тео Бангондо вернулся в расположение Спартака. До этого он вместе со своей сборной Конго активно принимал участие в Кубке Африки. Вместе с ней он дошел до полуфинала, однако получил травму и теперь его ждет восстановление. Когда он вернется в строй пока не ясно, но очень надеюсь то, что к матчу с Зенитом Тео уже будет в строю. Буду надеяться то, что так все и произойдет. Пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по той или иной новости. Также не забывай ставить свой красно-белый лайк и подписываться на канал. Ну а за микрофоном был Максим. Пока. Продолжение следует...